Тела лежат во многих местах, жертвами катастрофического наводнения в Ливии стали тысячи людей погибли в результате катастрофического наводнения в Ливии после того, как шторм Даниэль принес на северо-восток столько дождей, что в одном регионе северо-африканской страны обрушились две плотины, смыв целые кварталы в море. В Ливии растет число жертв разрушительного циклона Даниэль. Число погибших уже превысило 5000, и это только предварительные данные. При этом 9000 людей числятся пропавшими без вести. В сильно пострадавшем городе Дерна, заявил Осман Абдулджалил, министр здравоохранения в правительстве Восточной Ливии. Ситуация в Дерне была катастрофической, тело по-прежнему лежат во многих местах, сообщил Абдулджалил ливийскому телеканалу Almasa TV из Дерны в понедельник. Описывая Дерну как город-призрак, Абдулджалил сказал, что некоторые районы города были изолированы в результате наводнения. Он обратился к международному сообществу за помощью, заявив, что местным властям нужны поисково-спасательные команды, сообщает CNN. Ливийское общество Красного Полумесяца ранее подсчитало, что в Дерне погибло более 300 человек, согласно сообщению в социальных сетях. Ахмед Мисмари, представитель базирующейся на востоке ливийской национальной армии, заявил, что две плотины рухнули под напором наводнения. В результате были разрушены три моста. Текущая вода унесла целые кварталы, в конечном счете сбросив их в море, сказал он. Глава ливийского управления по чрезвычайным ситуациям и скорой помощи Усама Али сообщил CNN, что после обрушения плотины, вся вода направилась в район близ Дерны, который является гористой прибрежной зоной. Дома в долинах были смыты сильными грязевыми потоками, несущими транспортные средства и мусор, добавил он. По словам Али, телефонные линии в городе также отключены, что затрудняет спасательные работы, а рабочие не могут попасть в Дерну из-за сильных разрушений. Али признал, что власти не ожидали масштабов бедствия. Погодные условия не были изучены должным образом, уровни морской воды и осадков не были изучены, скорости ветра, не было эвакуации семей, которые могли оказаться на пути шторма и в долинах, сказал Али. Ливия не была готова к подобной катастрофе. Он никогда раньше не был свидетелем катастрофы такого уровня. «Мы признаем, что были недостатки, даже несмотря на то, что это первый раз, когда мы сталкиваемся с катастрофой такого уровня», ранее рассказал Али телеканалу «Эль Хура». Мисс Мари, представитель ливийской национальной армии, сообщил, что наводнения затронули несколько городов, включая Аль-Байду, Аль-Мардж, Табрук, Токенис, Аль-Баяду и Бату, а также восточное побережье, вплоть до Бенгази. Ливия, страна с населением в 6 миллионов человек, оказалась разделена между враждующими группировками с 2014 года, после поддержанного НАТО в 2011 году, мятежа против Муаммара Каддафи, напоминает CNN. Глава правительства восточной части Ливии, поддерживаемого парламентом, Усама Хамат, охарактеризовал ситуацию как катастрофическую и беспрецедентную, согласно сообщению государственной информационной организации Libyan News Agency, Лана. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видны затопленные автомобили, обрушившиеся здания и потоки воды, несущиеся по улицам. Несколько стран направили свои соболезнования и предложили помощь Ливии, в то время как спасательные команды пытаются найти выживших под обломками. Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям заявило в понедельник, что оно мобилизует 150 поисково-спасательных сотрудников, а также палатки, спасательные машины и другие принадлежности, такие как генератор. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Зайт Аль-Нахаян распорядился направить помощь и поисково-спасательные команды, выразив свои соболезнования пострадавшим в результате катастрофы, сообщило Государственное информационное агентство. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Зайт Аль-Нахаян Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует... АТВ ИХСАН представляет